Машины для резки пластов конфетных и ирисных масс Наиболее распространены дисковые резательные машины, у которых рабочими органами являются дисковые ножи. Помимо дисковых применяется ряд других разновидностей резательных машин, у которых даже имеют возвратно-поступательное движение, гильотинный принцип резки, а также комбинированные, где применена и дисковая, и гильотинная резка. Машина с дисковыми ножами для резки пластов конфет. Машина состоит из стола со станиной, привода и режущих механизмов в виде набора дисковых ножей, установленных друг от друга на определенном расстоянии. Один набор ножей по ширине конфеты для продольной резки, другой по ее длине для поперечной резки. В машинах одного типа наборы ножей располагаются параллельно друг к другу, в машинах другого типа перпендикулярно. Пласт конфетной массы, укладываемый на фанерном или металлическом листе, продвигается вручную под ножи. Сначала для продольной, а затем для поперечной резки. Поперечная резка осуществляется или при перемещении нарезанных полос под дисковые ножи, расположенные под углом 180 градусов, с поворотом пласта, или перемещением под ножи, установленные под углом 90 градусов, к первым. Ножи разрезают пласт не до конца, оставляя неразрезанным примерно полмиллиметра толщины слоя. Ножи 1, изготавливаемые из листовой инструментальной стали толщиной до 1 миллиметра, монтируются на стальной скалке 3, между текстолитовыми или стальными втулками 2. Смены втулок изменяют размеры обрезаемых полос, соответствующих ширине или длине конфеты. Валик 5 способствует равномерному движению листа с пластом. При прилипании массы к ножам последние могут захватить нарезанные полосы и оторвать их от стола. Гребенка 4, расположенная над поверхностью пласта, препятствует подъему нарезанных полос, отрывая их от ножей. Движение режущим механизмом передается от электродвигателя через редуктор и цепную передачу. Количество обрезков отходов у таких машин достигает примерно 12%. Техническая характеристика машины для резки пластов конфетных масс с дисковыми ножами представлена в таблице на слайде. Ирисо-резательная машина IRM с дисковыми ножами. Предназначена для резки пластов тираженного и литого ириса. Работает в комплекте с машиной ИПМ для прокатки ирисных пластов в линии полумеханизированного производства ириса. Машины ИРМ и ИМП аналогичны по конструкции. Основным рабочим органом машины ИРМ является вал 2 с набором дисковых ножей, смонтированных на чугунных стойках 3 в подвижных подшипниках. Стойки 3 укреплены на кронштейнах 7, установленных на чугунной станине 4. В пазах кронштейнах 7 установлен подвижный стол 6 с уголками для листов, лотков, с ирисным пластом и расположенный внизу зубчатой рейкой. Рейка входит в зацепление шестерней, которая закреплена на промежуточном валу. Привод машины осуществляется от электродвигателя 5, движение от которого передается с помощью клиноременной передачи на промежуточный вал и затем через цепную и зубчатые передачи рабочему валу с ножами и подвижному столу 6. Для подъема и опускания рабочего вала с ножами в верхней части машины смонтирован подъемный механизм, состоящий из вала, двух пар конических шестерен, винтов с правой и левой резьбой и маховика 1. Вращением маховика рабочий вал с ножами устанавливается на необходимой высоте над столом 6. Пласт ирисной массы на лотках размером 300 на 300 на 35 мм ставится на подвижный стол 6 и пропускается под ножами, затем поворачивается на столе на 90 градусов и при обратном ходе стола снова пропускается под ножами. Таким образом пласт разрезается на изделие квадратной формы. Техническая характеристика ириса резательной машины ИРМ с дисковыми ножами представлена на слайде. Производительность резательных машин с дисковыми ножами для изделий квадратной формы определяется по формуле на слайде. Производительность конфеторезательных машин любого типа можно определить по формуле, представленной на слайде. Конфеторезательная машина ШРГ с прямыми ножами гильотинного типа Резка пластов конфетных масс на дисковых резательных машинах неудобна тем, что после продольной резки пласт приходится поворачивать вручную на 90 или 180 градусов для поперечной резки Машина ШРГ предназначена для резки пластов мягких конфетных масс одновременно в продольном и поперечном направлениях без поворота пласта Машина состоит из следующих основных узлов и деталей Литой чугунной станины 1, транспортера 2, привода 6, 7, 8, кулачкового вала, вала храповика, ножей продольной резки 4 и гильотинного ножа поперечной резки 3, совершающего возвратно-поступательное движение в вертикальных направляющих Транспортер 2, перемещающий конфетный пласт, имеет прерывистое движение На ведущем барабане установлена звездочка цепной передачи, которую приводит в движение храповый механизм Привод машины осуществляется от индивидуального электродвигателя 6, движение через муфту 7 сообщается червяку редуктора 8 с передаточным отношением 1 к 20 Кроме червячной пары, в корпусе редуктора установлены две пары цилиндрических прямозубых колес и механизм переключения Ту или иную пару колес включают, когда необходимо получить заданную производительность при изменении размера конфеты по ширине Кулачковый вал имеет два пазовых кулачка Один кулачок сообщает движение ножам, второй – храповому механизму ленты транспортера На валу механизма насажено храповое колесо и смонтирован свободно качающийся двуплечий рычаг Один конец которого шарнирно связан с тягой кулачка, а на второй надета собачка с пружиной При качании двуплечего рычага храповое колесо и вал, на конце которого закреплена звездочка цепной передачи, периодически поворачиваются Цепь передает это периодическое движение приводному барабану транспортера Машина снабжена четырьмя звездочками с различным шагом, обеспечивающими резку различных по ширине конфет Ножи продольной резки 4 режут конфетный пласт на полосы Расстояние между ножами соответствует длине конфеты Ножи смонтированы с помощью ножедержателей на оси квадратного сечения и могут быть установлены на любом расстоянии друг от друга Чем обеспечивается регулирование резки конфетных корпусов по длине При резке ножи совершают возвратно-качательное движение с углом 30 градусов В машине установлено 13 ножей продольной резки Лезвия ножей продольной резки расположены клинообразно Смотри вид машины в плане на слайде Благодаря чему пласт разрезается по ширине пласта не одновременно всеми ножами, как в дисковой конфетно-резательной машине А постепенно врезание ножей осуществляется от краев к центру пласта Такое расположение ножей способствует меньшему налипанию конфетной массы на ножи И обеспечивает более равномерное распределение усилия при резании На ось ножей продольной резки надет рычаг с пальцем Который сообщает ей движение от рычага ножа поперечной резки Между ножами и транспортером установлена гребенка 5 с прорезями В которые входят ножи при резке пролста Назначение гребенки препятствовать при поднимании пласта при возвратном ходе ножей вверх Нож поперечной резки 3 разрезает продольные полосы пласта на отдельные конфеты Он выполнен в виде пластины из инструментальной стали и крепится к поперечной траверсе Которая вместе с ножом совершает возвратно-поступательное движение вверх и вниз Нож имеет прорези для регулирования его положения относительно поверхности ленты транспортера Возвратно-поступательное движение нож 3 получает от кулачка через систему рычагов Между ножом 3 и транспортером 2 также установлена гребенка с прорезью для ножа Препятствующая при поднимании пласта вместе с ножом при его движении вверх Ножи продольной и поперечной резки имеют общий привод и движутся синхронно Конфетный пласт, поданный на ленту транспортера машины на листе бумаги, движется прерывисто При выстое ленты транспортера с пластом ножи продольной и поперечной резки одновременно опускаются И разрезают пласт После подъема ножей пласт снова продвигается на транспортере Затем процесс повторяется Разрезанные пласты принимаются с противоположной стороны транспортера машины и передаются на выстойку Качество резки пластов из пралиновых и помадомолочных масс на машине ШРГ выше, чем при резке на дисковых резательных машинах Качество резки помадных однослойных и многослойных сортов конфетных масс в теплом состоянии удовлетворительное Недостатком машины ШРГ является налипание массы на ножи при резке помадных пластов с прослойками из фруктовых и избивных масс Конфеторезательная машина комбинированного типа Для поточной линии производства многослойных конфет НИИ кондитерской промышленности Разработана конструкция конфеторезательной машины непрерывного действия комбинированного типа Которая состоит из ленточного транспортера 2, механизма продольной резки 3 с дисковыми ножами Механизма поперечной резки 4 с ножом гильотинного типа и приводных механизмов, смонтированных на станине 1 Лента транспортера получает движение от ведущего барабана, движется с постоянной скоростью Дисковые ножи продольной резки вращаются на двух параллельных скалках и установлены в шахматном порядке Нож поперечной резки крепится на траверсе 5, которая закреплена на двух штоках 6 Совершающих возвратно-поступательное движение по вертикали от двух качающихся рычагов 10 Качание рычагов осуществляется кулачком 15 Нож совершает около 50 ходов в минуту Штоки движутся в направляющих, закрепленных в общей каретке Которая может передвигаться по горизонтальным направляющим 7 Возвратно-поступательное движение каретки вдоль машины осуществляется качающимся коромыслом 8 Которая получает движение от кулачка 12 через тягу 13 Кулачки спрофилированы таким образом, что во время опускания ножа вниз Каретка с ножом движется вперед со скоростью транспортера После того, как нож, поднимаясь вверх, выйдет из толщи конфетного пласта Каретка получает движение назад И нож при новом опускании встретит следующую полосу конфетного пласта Коромысло 8 имеет кулисный механизм регулирования продольного размера отрезаемых конфет Вращением маховика 14 шарнир 11 передвигается вдоль оси коромысла При этом меняется размах качания коромысла А следовательно, величина хода каретки в продольном направлении И продольный размер конфеты Аналогичные механизмы поперечной резки применяются на некоторых фабриках Для резки жгутов пролиновых конфетных масс, полученных выпрессовыванием Преимуществами рассмотренной конфет-резательной машины Является то, что резка пласта на изделии осуществляется без его поворота на 90 градусов Как это имеет место в машинах с дисковыми ножами А ее транспортер движется непрерывно Что позволяет использовать машину в поточных линиях Струнные машины для резки пластов Такие машины применяются преимущественно для резки пластов пролиновых конфетных масс С вафельными прослойками Для приготовления корпусов конфет типа Мишка косолапый, красная шапочка и другие Эти машины применяются наиболее широко для резки вафельных пластов При производстве вафель с начинками Эти машины мы рассмотрим далее Пласты разрезаются на этих машинах в двух взаимно перпендикулярных направлениях На отдельные изделия прямоугольной формы Рабочими органами этих машин являются натянутые стальные струны Диаметром полмиллиметра Закрепленные неподвижно Пласт продвигается толкателем, а струны разрезают его на продольные полосы Рассмотрим устройство и принцип действия полуавтомата для резки вафельного пласта Со штабелера охлаждающей камеры Штабеля, состоящие из трех уложенных один на другой трехслойных пластов Выходит вперед длинной осью Со спуска 1 штабелера пласты попадают на поворотный стол 6 Который поворачивает их на угол 90 градусов Упор 5 цепного транспортера 2 Снимает пласт с поворотного стола И, передвигая его по столу 7 Доводит до упора 19 Пласт накрывается сверху прижимами 3 После этого включается толкатель 4 продольного движения Который проталкивает пласт через струны 18 Натянутые в сменной рамке 17 Нарезанные продольные полосы доводятся до упора 10 Во время продольной резки захваты 12 Подхватывают отрезанные боковые кромки пласта И сбрасывают их в бункер После этого на полосы опускаются прижимы 19 И включается толкатель 8 поперечного движения Под давлением толкателя 8 Полосы проходят через струны 13 поперечной резки Натянутые в сменной рамке 14 Получаемые обрезки сбрасываются в бункер 16 Нарезанные вафельные пластинки выходят на стол 15 Откуда передаются на заверточную машину Толкатели продольного движения 4 И поперечного 8 А также поворотный стол 6 Приводятся от индивидуальных электродвигателей Последовательность работы отдельных механизмов Обеспечивается автоматической блокировкой С помощью конечных выключателей 20 После резки пласты подаются на заверточную машину Производительностью 250-300 пачек в час Массой 200 граммов В полумеханизированных линиях Могут применяться другие машины В которых переключение толкателей И удаление обрезков Производится вручную Технические характеристики машин Для резки вафельных пластов Представлены в таблице на экране Поддержите автора канала В его работе Отправьте донат Подпишитесь на бусте.ту Продолжение следует... Продолжение следует...